Так, 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 что-то у нас формируется. Значит, биткоин у нас пробивается с этого восходящего треугольника все-таки вниз на 32 тысячи долларов и формирует здесь поддержку. Всем профита, с вами Кирилл Лаванс. Итак, давайте посмотрим, что у нас сегодня по новостям. Пока биткоин стоит, у нас некоторые альткоины очень сильно стреляют. В этом ролике сегодня посмотрим парочку интересных проектов, новости рассмотрим и поедем с вами дальше. Завтра с утра в 12.00 выйдет шикарнейший ролик за прошлые фиксации по монетам. Итак, поехали, ребята. Что у нас сегодня по новостям? Первая глобальная такая новость, что у нас разработчики ядра Ethereum предложили блок для лондонского обновления в Майонете. Ожидается он около 4 августа. Это ключевая дата, поэтому наблюдайте за эфиром. Поехали дальше. У нас на гитхабе эта новость официально уже вывешена здесь вот в репозитории. Изучайте. Оставлю ссылку в описании. Поехали дальше. Что у нас еще? У нас была попытка набрать хороший шорт в 3000 монет. Вот она у нас вроде бы удалась и мы пролились немного ниже. Фиксация у нас планируется где-то у 30 тысяч долларов. Если упадем ниже, буду закупать еще больше биткоина. Конечно, шикарная цена, потому что я хотел купить биткоин. Первая покупка была по 33 600 или по 34 уже даже не помню. Потому шикарная возможность еще докупить именно биткоина. Поехали дальше. Что у нас еще по новостям? Буду вам показывать в скором времени проекты, в которые я буду инвестировать маленькую сумму 200-300 долларов. И буду показывать отчетность, как они будут идти. Мне очень интересны такие проекты. Многим людям тоже они интересны. Потому что сделаю отдельный телеграм-канал, где буду показывать эти проекты для тех, кому это все интересно. Итак, поехали. Осмозис проект. Он у нас сделан на космосе. Это у нас кроссчейн сваплка на космосе. Давайте посмотрим ближе. Значит, здесь у нас очень мало пока разных блокчейнов. Атом, Айон, Акашнетворк, DVPN есть, Ирис, Серо, кстати, кто не в курсе, сделан тоже на космосе. Так, давайте посмотрим. Пулы у них здесь есть. Они здесь все объединены к Осмо. И также есть пулы, что касаемо других блокчейнов. Вот Акашнетворк к Атому. Тоже есть пулы. Довольно неплохие деньги здесь залочены. Люди здесь себе все это формят. Есть у них задания и аирдропы. Также есть возможность стейкать. Так, все это, ребята, доступно для вашего пользования. Изучайте, значит, на кошельке Kippeler. Это у нас паблик бета от космоса. Так, он у нас здесь доступен для стейкинга. Космос, Асмозис, Секретнетворк, Акаш, Криптоорк тоже сделан на космосе, кто не в курсе. Старнейм, Сивчейн, Сертик, Ириснет, Реджен, Сентинел, Кава, Кибербета и Стрейтедж бета. Тоже здесь он есть. Есть довольно неплохие проценты, потому изучайте геймифицированный кошелек такой. Буду тоже рассматривать и вести отчетность. Поехали дальше. Что у нас касаемо Flow. Flow у нас, ребята, отрастает очень быстро. И я уже говорил, что самое главное переждать. Давайте посмотрим на график технический. Итак, ребята, самое интересное, что здесь произошло. Мы покупали Flow на всем этом росте. И, само собой, многие люди, которые не приверженцы концепции ходл, они что сделали? Они, получается, слили все свои монеты на этом падении. Все, кто покупал здесь спекулятивно, в страхе, слили все это на этом падении. Само собой, космос... Ой, боже, космос. Тут ее всю голову забили этим космосом. Flow отрастает все быстрее и быстрее. Значит, мы уже первую зону сопротивления преодолели. Вот она. Закрепляемся выше. И ближайшая зона, куда мы идем, это, ребята, 25 долларов. Что касаемо... Что бы мне хотелось бы здесь увидеть? Это вот такое движение наверх. Поджатие и выход уже выше. Посмотрим, как он себя поведет дальше. Flow дальше. Думаю, что следующая волна роста будет еще больше, еще длиннее, чем эта спекулятивная волна. Само собой, в рамках этой дистрибуции очень много людей продали свои монеты. Вот такие дела. Не забываем, что у нас в сентябре разлог нового объема. Поехали дальше. Что у нас еще по новостям? Solanium, ребята, который я покупал по 0.32, по 0.36. У нас сейчас стоит 0.26. Что это у нас за такой проект? Давайте быстренько посмотрим. Это у нас фондрейзинг и трейдинг платформа на Solani. Я покупал Slimы, покупал Solano, чтобы это все залочить и себе получить XSlimы. Токены для того, чтобы получить аллокацию в рамках этих IDO проектов. Значит, у нас год, значит, лог. Получаю постоянно XSlimы и X2 фарминг. Вот. У нас здесь и Slimы, и Slim LP токены. Эти все токены ликвидности это Solana плюс Slimы, залоченные на Solid.io. Я получил пятый тир. Это у нас God of the Moon. 5 тысяч XSlimов аллокации этих токенов в рамках IDO проектов. Давайте быстренько посмотрим на то, как слили данный проект. Мы покупали его вот здесь где-то. И пока он здесь формирует вот такую шикарную поддержку. Шикарная зона для покупок. Кто интересуется фондрейзингом и IDO проектами. Итак, давайте посмотрим эти IDO проекты. Уже 5 штук у нас вышло здесь. И будем потихоньку за ними наблюдать. Итак, ребята. Boring Protocol. Apricot Finance. Diablo. Port Finance. И Project Seed. Самый интересный для меня здесь проект. Итак, давайте быстренько это все изучим. Что же это за такие проекты? Так, первый проект у нас это Boring Protocol. Значит, это у нас один из немногих проектов, ориентированный на конфиденциальность в Solana. И получил первую премию на хакатоне от Community. Поехали дальше. Diablo. Это у нас, ребята, полная экосистема вокруг концепции социального тренинга. Это кросс-чейн экосистема на Solana и Ethereum. Направлено на то, чтобы объединить трейдеров и криптоинвесторов вокруг трех ключевых ценностей. Простота, прозрачность и производительность. Вот такие дела. Поехали дальше. Значит, потом у нас идет Port Finance. Третья премия на хакатоне. Это кредитный протокол, целью которого является предоставление целого набора продуктов с финансовым доходом. Поехали дальше. Это у нас, по сути, такой аналог DeFi-индустрии на Solana. Очень быстрый, очень дешевый. Итак, ребята, дальше. Это у нас Apricot Finance или Абрикос. Получил первую премию на хакатоне от Community. Это комплексное решение DeFi-индустрии, которое будет предоставать услуги для обеспечения кредитования с плавающей или фиксированной ставкой и программой ликвидационных гарантий на 2 часа в ближайшем будущем. Модули DeFi FinTech для шаблонных транзакций. Такие дела. Очень сложный продукт, но не суть. Для многих людей из DeFi-индустрии очень интересный проект. И, ребята, наконец, мой такой единорог, проект, в который я очень сильно верю сейчас и буду в него инвестировать, это Project Seed. Итак, ребята, это полноценная игра, в рамках которой пытаются, вот что сделать, пытаются сделать концепцию Play to Earn, то есть играть, чтобы зарабатывать. И у нас здесь будут, значит, Dungeon Builder. Представьте такие данжи внутри игры, в которой сам данж это пул ликвидности. И если вы приходите в этот пул внутри игры фармить ресурсы или убивать крипов или мобов, да, как в RPG-игре, вы будете получать эти токены. Очень круто, они все это геймифицируют, поэтому, ребята, для меня это пока топ-проект в рамках этих IDO пресейлов. Поэтому буду изучать и покупать Project Seed. Токен будет SHIELD. Поехали дальше, а так, в принципе, буду следить. И до сих пор стейкаю дальше, добавляю сюда ликвидность и буду смотреть, что будет дальше. Крутейший проект, мне очень нравится. Погнали дальше. Так, еще один инсайдик интересный от наших менеджеров из OKEX. У них, ребята, Karura листится сегодня в четверг. Запомните, у нас очень много людей верят в этот проект. И у нас здесь есть, значит, что это такое? Karura это у нас All-in-One DeFi платформа для того, чтобы вам помочь свапать, отдавать ликвидность, зарабатывать. Все это с очень маленькой комиссией в рамках полка Dota и ETH. И у нас есть еще Acala. Это у нас DeFi Hub на полка Dota. Тоже это один и тот же проект, только в рамках разных блокчейнов. Вот такие дела. Поехали дальше. То есть мы ждем его на бирже OKEX в рамках листинга. Поэтому тоже ждите. И если вам интересно, покупайте токены Karura. Тоже, что касаемо этого. Flow я дальше покупаю потихоньку. Matic тоже покупаю. И Minu потихоньку вот уже покупаю по 100-200 долларов за раз. С этим все понятно. Поехали дальше. Так, на CoinMarketCap у нас такая акция. Здесь я уже говорил. Собираем с вами дальше эти Diamond. Уже вторая неделя пошла. Посмотрим, что будет дальше. Какие будут вознаграждения. Уже 200 диамантиков я насобирал. У нас здесь, может быть, будет худи и мерчи. Будут всякие боксы и лимитированные NFT. Которые, может быть, можно будет продать за хорошую сумму. Посмотрим, что они нам дадут. Поехали дальше. Мы уже говорили с вами про CRO и Crypto.com. Ребята, вот в чем смысл. Еще один смысл. Приобретать CRO и стейкать их на бирже Crypto.com. Чтобы получать их себе в бонус и за стейкинг, ребята. Вот почему. Самая главная причина для меня, почему стоит это делать. Это, ребята, Syndicate, в котором вы сможете покупать разные монеты через аллокацию на 50% дешевле. Это, ребята, просто крутейший оффер. Но вы сможете это все покупать, если вы стейкаете их монеты. Здесь есть принцип. То есть, если вы стейкаете CRO, вы получаете гарантированную аллокацию в виде долларового эквивалента. Если вы все это стейкали, вы можете за CRO покупать матики во вкладке Syndicate на бирже CRO. Вот представьте, сейчас матик стоит практически 1,3-1,2 доллара. Вы сможете его купить за цену 0,56. Представьте, вот такие дела. На свою аллокацию, которую вы получили вследствие стейкинга. Это еще одна причина стейкать CRO. Это еще одна причина, почему я считаю, что биржа Crypto.com и ее токен будут стоить очень дорого. Потому что все будут этим пользоваться. Дальше, ребята, что касаемо новостей по этой бирже. Они сотрудничают с UFC и подписали контракт на сумму 175 миллионов долларов на 10 лет. И это, ребята, тоже шикарная такая булл новость для биржи Crypto.com. Дальше. У нас этот токен, кто не помнит, имеет, ребята, ограниченную эмиссию. 83% у нас уже в циркуляции. Поэтому стоит задуматься о покупке сейчас. Потому что другой такой возможности может и не быть. Может и быть, но мы сейчас с вами уже ушли одна и потихоньку расторговываемся именно наверх. Я покупал данный токен по любой цене и на росте, и на падении. Буду дальше покупать. Моя цель 500 тысяч, ребята, монет. Я уже купил его почти на 2 биткоина. Дальше буду покупать. Жду этот токен по 1 доллару. Но некоторые хейтеры мои шутят, что, может быть, он будет стоить 10 баксов. Ребята, если он будет стоить 10 баксов, у вас просто жопы сгорят. К чертям собачьим. Вот такие дела. Поэтому поехали дальше. Что у нас еще? Axie Infinity. Завтра выйдет ролик о данной монете. Мы покупали с Community эту монету по 4 доллара. И до сих пор не фиксировали. Итак, ребята, стоит она 15 долларов. Была даже уже 18 баксов. Давайте быстренько посмотрим этот сумасшедший памп. Итак, ребята, на всем этом падении я рассказывал ребятам даже в рамках своего комьюнити, что у нас падение очень длинное и очень долгое. Да, вот такое. Но рост взрывной. Получили мы его здесь в рамках этого всего роста. У нас есть девочка Настя Немдашура. Тебе привет. Покупала она его по моим рекомендациям по 3, ребята, доллара вот здесь. Никита, мой программист, покупал по 4 доллара. Сейчас цена 14 долларов была уже даже 17-18 баксов в рамках этого роста. Я, ребята, жду данный проект по совсем другим цифрам, потому что это, во-первых, NFT-ха, во-вторых, это официальная монета их комьюнити и игры, и она имеет ограниченную эмиссию. В рамках тех игроков, которые играют в данную игру и добывают ликвидность, вы должны понимать, что рано или поздно цена будет расти еще больше. Вот у нас, ребята, такие параметры. 270 миллионов у нас эмиссия. И у нас уже капитализация близится к миллиарду. Это огромное значение для такого крутого проекта. Поехали с вами дальше. Я покажу вам этот ролик. Я его перепощу на свой канал. Вы его посмотрите, что касаемо фиксации в наших портфелях. Также буду показывать дальше, сколько у нас получилось заработать, что мы зафиксировали вовремя, что еще до сих пор не зафиксировали в рамках нашего портфеля на 100 монет от комьюнити. И буду вам это все показывать и дальше. Поехали дальше. Что у нас еще по новостям? Это у нас, ребята, Terra Luna. Она у нас дала хороший рост. И до сих пор у нас стоит в зоне сопротивления. Это примерно 7-8 долларов. После выхода с этой зоны я ожидаю поход на 10-12 долларов для подтверждения нового буллрана. А вот здесь уже в рамках движения наверх ближайшее сопротивление у нас на 13 долларов. Вот такие дела. Потому Terra Luna хорошо потихонечку расторговывается и уходит наверх. В рамках даже этого накопления мы вышли наверх и сейчас уходим с вами на ретест. Так, это что касаемо Luna. Поехали дальше. Не забываем, что у нас сегодня 8-го числа в 17.00 по UTC и в 23.00 по UTC две опции для пресейла креда проекта. Кто участвует, пожалуйста, не забываем и потихонечку подтягиваемся на пресейл в очередь. Вот такие дела. Поехали дальше. Что касаемо проекта Clover. У них также есть проект Sakura. Вот. Это у нас платформа для того, чтобы делать кросс-чейн DeFi на Kuzama. Тоже мы уже знаем, что такое Kuzama. Это у нас стартовая площадка для полкодота, которая стала уже полноценным проектом. Вот такие дела. Поэтому Clover тоже буду потихоньку закупать. Его слили так хорошенечко, можно потихоньку его закупать. Поехали дальше. Дальше делаю посты в своем твиттере. Иногда получаю такую непонятную для меня реакцию. Это, по сути, мой блог, где я пишу свои новости. Но для умных ребят, которым это все интересно, пожалуйста, подписывайтесь и получайте мои мысли в рамках такой концепции. Я просто раз в день делаю свои посты по своим предпочтениям и своим интересам. Вот такие дела. Недавно делал пост о том, что купил биткоин. Встретил лютую реакцию людей. Все недовольны, что я покупаю биткоин. Ребята, ну это ваши проблемы. Я еду дальше. Так, потому подписывайтесь. Все нужные ссылки в описании под роликом. Дальше, ребята. Это у нас наша телеграм-группа. Еванскрипта, где мы для вас делаем вот такой чек-лист, который вы читаете каждый день в рамках 2-3 минут. Изучаете все криптовалютные новости в рамках одного комьюнити. Читайте всю эту такую новостную сводку. Если вам одна из новостей интересная, нажимаем на прочитать полностью и переходим к самой новости. Сам начинаю свой день с данного канала. Поэтому подписываемся по ссылкам в описании, дабы не пропускать самые актуальные новости, которые отбирают наши ребята в комьюнити. Вот такие дела. Поэтому поехали дальше. Все это по ссылкам в описании. Еще раз вам говорю. Там также есть скидки на торговые комиссии и бонусы на стейкинг CRO на бирже Crypto.com в размере 50 долларов. Кому это все надо, пожалуйста, забирайте. Кстати, кто уже стейкал CRO, пожалуйста, вот вам еще одно предложение. Покупайте Polygonmatic с 50% дисконтом. Это, ребята, шикарная покупка, потому что вы, по сути, сэкономите 50% цены. Вот здесь все описано, поэтому оставляю ссылку в описании. Забирайте все это в рамках биржи Crypto.com. Вкладка Syndicate. Кто из вас не в курсе. Поехали дальше. Что у нас еще по новостям? Это, ребята, сообщение о том, что у нас покупают огромным количеством по тепловым картам. Все это видно. Покупают все это падение. Вот огромное количество лимиток наставлено снизу. Все это падение. Фад весь этот негатив выкупается западом. Вот такие дела. Поехали дальше. Так, Михаэль Ван Депоп нам сообщает, что у нас альт-сезон мог начаться, так как с минимума все тяжело ползет. Биткоин готов к большому прорыву. Я готов, а ты готов, Михаэль Ван Депоп. Конечно же, мы все готовы. Многие не готовы. Многие нам сообщают, что мы ждем на 25 тысяч биткоин. Да, ребята, если он туда придет, откупим как сумасшедший. Кто туда его пустит, не знаю. Такая вероятность есть, но я в это пока слабо верю. Огромное количество лимиток выставлено такими ведрами, чтобы откупить 30 тысяч по биткоину. Поэтому какие 25 капок, я пока не знаю. Пока я не увижу, что мы придем на объемах вниз, я не могу говорить о том, что мы пробьем 30 тысяч долларов сейчас. Пока этого не вижу. Поехали дальше. Что у нас еще? Marshall Ways совершает набег на инвестиции в крипто секторе. Итак, ребята, лондонский хедж фонд, один из крупнейших в мире, который имеет 55 миллиардов долларов в управлении, нацеливается на инвестиции в такие области, как технология блокчейн, платежные системы для цифровых валют и стабильные монеты. Потому что ждем приход новой ликвидности. Поехали дальше. У нас, ребята, сегодня созвон с представителями Kava Labs и Ava Labs. Ava Labs – это у нас Avalanche, а Kava – это у нас Kava. Само собой, мы хотим интеграцию в нашу платформу, посмотрим, какие условия нам смогут предоставить. Поэтому, ребята, будем развиваться и уже тоже указывать их как бэкеров на нашей платформе. Это крутейшая интеграция. Надеюсь, мы станем не просто YouTube-каналом, а станем полноценным проектом в DeFi-индустрии. Потому, ребята, ждем новостей. Я сегодня все это покажу и запишу вам видос. А пока поехали дальше. Так, у нас новость от пользователя из Дискорда, что биржа KuCoin запустила MyNet и свопку Swap, где можно добавить свой KuCoin токен под 2000% годовых. Отсюда рост токена на 90% за 2, ребята, дня. Также изучайте. Я тоже имею биржу KuCoin. Тоже покупаю их токен и буду тоже стейкать. Огромные проценты, 2000. Кстати, кто не в курсе, такие проценты формируются из-за того, что чем меньше людей стейкает, тем больше процент. Чем больше будет стейкать, тем меньше будет процент. В рамках стейкинга на PancakeSwap раньше был процент 1600%. Сейчас он уменьшился до 100% годовых. Поэтому, ребята, запомните. Через 2-3 года таких процентов уже не будет. Вот такие дела. Потому что у вас отбирают монеты и стейкают их большими компаниями. Потому что им это выгодно сейчас. В том числе ETH, PancakeSwap, BNB и другие монеты. Поехали дальше. Также я вам хотел показать новый проект XCAD Network. Пока он вам не интересен. Он есть только на Gate.io, на KuCoin и на Biloxi. Biloxi даже не знаю, что это такое. Буду его потихоньку покупать. Что это такое? Это у нас, ребята, токенизация ютуберов. И DeFi. Решение для создателей и их монетизации. Это у нас больше для ютуберов. Каждый из вас хочет стать ютубером. А это, по сути, для них монетизация в рамках криптовалютной индустрии. Поэтому буду этот проект изучать. Он сделан на Zilliqa. Считаю, что, ребята, данный проект не для всех. Больше для ютуберов. Буду его изучать. Может быть, буду в нем участвовать. Вот, буду вам его показывать. А пока просто такой мини-обзор. Поехали дальше. Что у нас по нашим монетам на currency? Биткоин немножко просел. Биткоин кэш тоже просел. Все вроде бы просело, но не на много процентов. Компаунд со своих хаев делает вот такую небольшую коррекцию. Что, в принципе, ожидаемо после вот такого огромного роста на 120%. Ребята, само собой, мы ждали эту коррекцию. Поехали дальше. Посмотрим еще один проект. Avatar Art. Мне его показал наш пользователь на конференции. Буду его тоже изучать. Это у нас, по сути, тоже DeFi проект и NFT. Здесь у нас прикольные условия. Я хочу создать, значит, еще раз говорю, телеграм-канал, где буду показывать такие новые проекты. С вами их разбирать. Потому что на ютубе это все показывать прикольно. Но показывать, сколько я туда инвестирую, опасно. Потому что многие люди не понимают, что это мои риски. И когда вы инвестируете в такие проекты, это ваши риски. Поэтому буду показывать табличку. Если кому-то интересно, пишите в комментариях, стоит ли делать такой телеграм-канал. Искать, отсеивать и серчить такие проекты. И вам их давать на рассмотрение. Вот такие дела. Поэтому поехали дальше. Что у нас еще быстренько по новостям. Сигнум Банк теперь предлагает услугу ставок Ethereum 2.0. И это, ребята, очень хорошо. Потому что развитие означает, что клиенты Сигнум теперь могут ставить свой Ethereum в холдинги в банке. И получать доходность в 7% годовых в настоящее время. Таких условий нет у нигде, ребята. И это один из первых швейцарских банков, который предоставляет такую услугу. Это уже хорошо для масс-адобшена. Поэтому, ребята, 7% годовых это больше, чем любой фиатный депозит. В том числе, если еще у вас растет цена монеты. Это еще больше в сложном проценте. Поехали дальше. Что у нас еще по новостям. У нас министр финансов Индии заявил, что законопроект о криптографии готов для кабинета министров. Индия тоже потихоньку мощнит в сторону криптографии. Погнали дальше. Альфа Кэш сотрудничает с Коин Фай для улучшения возможности кредитных карт. Коин Фай, ребята, является поставщиком крипто поддержания номер один в Европе с более чем 40 миллионами клиентов по всему миру, работающих в более чем 70 странах. Коин Фай заботится обо всех сложных вещах за кулисами. Это KYC верификация, это у нас клоу-клиента, который вы очень сильно не любите. Разные источники средств и так далее. Чтобы помочь людям легко совершать транзакции между криптовалютой и традиционной валютой во время торговли. Сотрудничая с биржей Альфа Кэш, пользователи получат возможность выбрать оптимальный вариант оплаты своих криптовалют с помощью кредитных карт быстро и легко. И по поводу этого еще одна новость, ребята. Где-то я ее показывал, секундочку. Visa в среду объявила, что сотрудничает с более чем 50 криптовалютными компаниями, включая FTX и Coinbase, чтобы позволить клиентам тратить и конвертировать цифровые валюты через свою карточную программу. Торговцы не должны ничего менять, сказал инсайдеру Куй Шейфлд, глава Visa и криптовалютного отдела Visa. Для них это будет то же самое, что и любая другая визовая операция, но на бэкэнде криптоактивы мгновенно конвертируются в фиатные. У вас есть это растущее число потребителей с активами на криптоплатформах, торгующих крипто, держащих крипто, а затем у вас миллионы продавцов, которые на самом деле не понимают криптографию. Это огромная проблема. Они не хотят обновлять свои точки продаж и терминалы и выяснять, что такое блокчейн, сказал он. Потому что они представляют им такие интерфейсы, такие возможности, потому что есть много людей с традиционных финансов, которые не хотят разбираться в криптографии, им нужно дать возможность тоже в этой сфере участвовать. Поэтому Visa крутая инициатива и масса adoption идет и в Visa и в Mastercard. Поехали дальше. Так, аргентинский законодатель предлагает законопроект о том, чтобы предприятия платили сотрудникам в криптовалюте. Тоже Аргентина, ребята, идет тоже в криптографию. Это тоже, ребята, часть масса adoption. Поехали дальше. Израиль. У нас президент получит NFT президентской присяги. Даже уже такое сделали. В Израиле у нас роль президента носит скорее церемониальный характер с целью сохранения единства страны. Согласно местным сообщениям, спикер Кнессета, руководящего органа Израиля, вручит избранному президенту физическую копию присяги и NFT, представляющую ее. Вот такие интересные новшества даже в Израиле происходят. Поэтому, ребята, весь мир уже говорит о крипте. Если вы еще не в крипте, мы вас ждем. Мы идем к вам. Вот такие дела. Поехали дальше. Что еще по новостям? Это показал. Так, ребята. Генеральный директор платформы Binance, KZ, нам сообщает, что мы наблюдаем более широкое распространение криптовалют во всем мире и необходимость более четкой нормативной базы в разных странах. Как сказал KZ, больше правил это, по сути, положительные признаки для криптовалютной индустрии в целом. Чем быстрее, ребята, мы построим нормативно-правовые акты в плане криптовалют и в Украине, и во всем мире, тем быстрее уже аккредитованные компании и частные лица, в том числе и большие корпорации, перейдут в криптоиндустрии, потому что они боятся, что у нас все это не урегулировано, потому это все, ребята, хорошие признаки. Поехали дальше. Что у нас еще? Быстренько пройдемся, это я показал. И у нас еще сотрудничество Terra и Harmony. Они объявляют о партнерстве в DeFi индустрии и интеграцию UST с тейблкоина от Terra в протокол Harmony. Поехали дальше. Так, по Аде, Cardano у нас развивается, огромная экосистема. Эту всю фоточку себе сохраните. Очень много проектов делается на Cardano, и многие из них, ребята, с вами покупали. Orion покупали, Soti покупали, да, Koti Soti. Многие проекты покупали, и у нас огромнейшая экосистема Cardano Ада развивается. Многие пользователи ждут, что экосистема Cardano превратится в империю в будущем и сможет конкурировать с эфиром. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Дальше у нас топ блокчейнов по средней дневной активности разработчиков на GitHub за последние 30 дней. Итак, ребята, на первое место выходит у нас Cardano, потом идет Polkadot, потом идет Kuzama. Следующие три места это у нас Gno, Ethereum и Binance Smart Chain в виде Trust Wallet. Дальше идет Solana, Filecoin и S&T. Потом идет Hedera, потом идет Egold, Elrond, Chainlink. В том числе здесь есть и Flow, Near Protocol, Iota, Sela, Atom и другие, ребята, проекты. Потому у нас все хорошо. Многие проекты являются активными, в том числе уже весь год. Главное, ребята, чтобы все эти проекты сохраняли свою активность в рамках всего цикла, а не только в рамках цикла роста. Потому что многие проекты активизируют свою разработку только на булранах. А во время медвежьего рынка они сидят. Потому это такой плохой признак. Итак, друзья, потому будем с вами заканчивать данный ролик словами известнейшего солевого трейдера Питера Бранта. Итак, ребята, не существует правильного или неправильного способа построения графика. Нет правильного или неправильного способа анализировать рынки. Нет правильного или неправильного способа торговать. Единственное, что имеет значение, это быстро сократить убытки и дать прибыли возможность расти. Сделайте это и все остальное не имеет никакого значения. Потому, ребята, рынок потихоньку отрастает, некоторые проекты растут, некоторые падают, самое главное это быть в узде, холдить, сохранять свои прибыли и уметь фиксировать свои прибыли. Также сокращать убытки и диверсифицировать свои риски. К тому, ребята, в рамках этой всей концепции приглашаю вас в наше крипто-комьюнити по ссылкам в описании, где мы обучаемся с вами каждые 2-3 дня в рамках одной концепции крипто-сообщества огромного, в котором уже около 2000, ребята, людей. Поэтому, пожалуйста, этот проект не для всех, он платный, это наш продукт, который мы с вами развиваем с помощью нашего YouTube-канала. К тому, ребята, ждем вас в рамках этой концепции крипто-комьюнити. Вот, растем вместе с вами дальше, подписываемся на канал, всем нужные ссылки на стейкинги, фарминги, скидки, торговые комиссии, на биржу крипто-ком, стейкинг-со, на локации, все это по ссылкам в описании забирайте в рамках концепции вин-вин. Ждем вас, потому, ребята, пишите комментарии, что вы думаете по поводу всех этих проектов и по поводу всей крипто-индустрии, что вы вообще считаете, куда дальше пойдет биткоин. Поэтому, ребята, пошел отдыхать. Всем профита, всем удачи и всем пока. Не забываем завтра новый ролик в 12.00 по поводу фиксации и монетки Акси. Всем профита, всем удачи и всем пока.